И всем привет, ребят, с вами Строманьки, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, одному замечательному устройству, которое я когда-то в своей жизни уже тестировал на спецаккаунте, когда оно только и только вышло, после чего оно мне выпало в моем гараже из ультраконтейнеров, но его я так и не протестировал, так и не посмотрел, так и не разобрал, хотя на тот момент мне она показалась чем-то крутым и интересным, это устройство называется разрывные снаряды на пушку смоки и это то самое устройство, которое делает из смоки сплэш нагибаторское вооружение похоже на какой-то громчик, может даже гаусс, но гаусс, конечно, тяжело, но больше гром посмотрим, что оно показывает на данный период времени в матчмейкинге, устройство возьму на корпус себе эми, думаю, что там гауссы будут с мака, ну и по дрону, конечно же, бустер, сыграем пару боев, сыграем контроль точек, сыграем тдм-очку если тдм-очка будет полная, то может быть, хотя нет, она все равно будет с засрочкой, поэтому два боя мы точно сегодня вместе с вами скатаем я думаю, если резистов от этой замечательной пушки не будет в большом количестве, то она может себя очень даже неплохо и грамотно показать немножко у меня подолгнуло, что вначале ну и пробуем, смотрим по сплэш-урону здесь должен быть он примерно такой же как сплэш на грамме, может быть, чуть-чуть меньше ну и посмотрим, все так же, хорошо ли это устройство как было раньше, либо оно сейчас уже не так себя круто будет показывать по 500 урона за одну смоку я наношу было бы неплохо, конечно, поймать тайминг, где будет два-три противника в одном месте и там уже, например, от стеночки вот, видите, например, тысячу от стены сейчас дал можно будет накидывать вот так, думаю, я хотел опять стеночки кинуть, но не получилось урончик катка тут, я так понимаю, что будет с засрочкой, да у меня уже запекало начатую песочницу но постараемся здесь сначала что-то накидать получится, не получится будет интересно почекать я что-то пока еще мажу, но смоке тут не совсем получается постоянно попадать ну, пробуем накидывать смотрим, что у нас здесь будет смогу ли я вообще на такой смоке занимать первые места так если даже мажешь, в землю падает выстрел все равно сплэш урончиком он наносится блин, ну сейчас меня, конечно, сольет здесь без шансов единственный угол, который был в него я хотел спрятаться, но и то там до противничка вернее, от противничка спрятаться я не смог пробуем сейчас на накидочке здесь поработать оп, хороший на 2000 выстрел второй промазал третий еще и еще что-то как-то, я не знаю тут что-то со смокой это не то очень тяжело ей попадать, если честно так, спрячемся от противника за одним противником гениальный мув вот сейчас можно было как раз сплэш урончика нанести чуть-чуть там не зашло, не получилось но и есть у меня уже овердруй вик сейчас мы его попробуем реализовать реализовать где мы его можем прожать здесь скорее всего ну даже можем здесь сейчас чуть подождем респы пройдут по таймингу вот так вот можем прожать давайте у вас по офигеть аааа ё-моё сам себя забрал я же совсем забыл думаю, блин, как я у помер меня дрон подрывник чуть-чуть прессанул и сам себя еще урона накидал ааа дубло да ну устройство вообще прикольно мне оно даже сейчас эмоции дает примерно такие же как давало оно мне тогда, когда я его в первый раз тестировал может быть это первая каточка не будет столь показательной но во второй уже попробуем максимально раскрыть это устройство за счет именно сплэш урона ну и вообще само по себе как бы смока со сплэш уроном уже выглядит очень нестандартно интересно еще и когда этот сплэш урон реально работает опять я попал под бомбу опять меня бомба унесла я даже не заметил сколько чего было у ребят когда я заходил в этот бой ну скорее всего там было где-то уже около двухсотки ну такое 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 первая каточка не совсем четкая наверное хотя еще есть время 28 киллов можно дать попробуем покидать тише-тише-тише давай-давай-давай еще еще добавки хорошо ну и что-то как-то смог без урона тоже очень много но как-то меня смока и не особо любит дает мне без урона выстрелы этот баг тоже бы неплохо было бы пофиксить в ближайшее время иногда он надоедает когда ты стараешься накидывать хорошее количество урона и ты просто не можешь этого сделать из-за того что у тебя пушка не наносит дамаг печально? правильно? так крит по 1600 дает по оппоненту тоже неплохой есть овердрайв не успел я у меня у самого 99 было если бы я мог бы прожать бы свой потом еще бы этот подобрать было бы вообще великолепно но к сожалению не получилось так первый выстрел хороший ну и было бы неплохо наверное сейчас где-то здесь овер прожать можно было бы прожать давайте прожмем как минимум там еще в спине есть один противничек второму вместе с вами уничтожим нет не добили не добили я даже еще с одной смоки не попал так 300 так я может быть еще успею до первого места дотянуться у первого сейчас 400 походу неплохо идет походу неплохо идет сплэш 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 ясно там выстрел который мог быть сплэшем он прошел без урона на смоке вообще идеально просто круто замечательно бомба классно мне очень понравилось прям вообще бомбически когда ты даешь выстрел без урона это я конечно шучу это габелла полная еще и два резиста от смоки по безрезу было бы наверное вообще шикарно урона бы залетало бы космически большое количество по резисту конечно не совсем приятненько дается так со смоки по 2000 перезарядка быстрее чем у грома и шикарно вообще шикарно еще и гром занерфили смоку у нас не нерфили кто знает про те обновления которые у нас произошли в последнее время в принципе для них это не новость 360 очков у первого места 425 но уже 440 скорее всего уже не успею до него дотянуться но это близко это очень очень близко это очень близко так хорошо накинул двоечку красивую ваншот то есть ваншот всех легких танков может быть там даже но 2 точно выстрела может даже 3 можно попробовать дать первая катка 21 килл при том что это был начатый бой наверное не такой плохой результат попробуем сейчас сыграть нулёчую нулёчую каточку надеюсь что меня закинет новую новая ну да почти новая 11 минут боя ну и карта будущая тоже довольно неплохая попробуем сейчас вот здесь все это дело реализовать изначально смотрим сколько резистов от смоки посмотрим сколько здесь уже есть есть 1 32% 1 рез посмотрим сколько будет резов под конец этого боя стараемся накидывать пока что без сплэш урона противник не кучку етсов хотя это цп и по идее затем уже у нас должны быть хорошие моментики где 2-3 противника будет стоять вместе о сейчас например залетело только по второму что-то как-то маловато было ну пробуем пробуем работаем по захвату ну а там уже если получается то еще и добавляем добавляем по киллам так магнума унесло хорошо не знаю пока какую позицию здесь выбрать такую где можно бы давать большое количество киллов еще и ловить противника с плэшом вот здесь вот можно по идее встать вот здесь вот хорошая позиция единственное что меня пугает то что может в любой момент дропнуть смака без урона это меня немножко пугает так страйкер накидывает с охотником да так понимаю больше никакого устройства и не может быть когда у него 32 рез может и может так у меня есть овердрайв есть овердрайв где бы его реализовать хороший выстрел еще нет не могу попасть мог неплохо выюзнуть вот сейчас вот сейчас как раз спущусь вниз ближе к вражескому рез пол и там заюзаю либо даже здесь опасно давать у меня хапа мало опасненько будет так магнум сейчас может мне попасть котлету неплохую ой 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 что они делают один от второго хочет убежать чтобы не получить урона от меня 1900 неплохо неплохо но пока резистов нету мне очень нравится что показывает что показывает это замечательная смока о чувак там столько мин было поэтому он слился так давайте попробуем прожать овер со стены или откуда нибудь то накидаем оппонента так главное себя не слить главное не забывать о том что у меня сплэш урон а то я же могу и забыть о том что я на сплэш кушки так еще один кильчик хороший еще 1600 и хорошо еще добавки и еще 2000 и еще 3200 3200 скритас бустер хорошие урон хорош 15 киллов чуть пожили 15 на 1 офигеть я только первый раз слился можно было вообще какую-нибудь убежиное сделать на этой карте хотя у нас еще есть возможность если сейчас например просто по сейву сыграть по сейву сыграть можно сделать давайте попробуем давайте попробуем может получится сделать какое-нибудь бешеное количество ой ясно понял попробовал попробовал всем привет я попробовал быстро я закончил делать свои уп большие ну будем стараться конечно меньше сливаться но уже нету смысла тут особо сильно сейвить если меня уже уничтожили второй раз хотел бы сейвиться надо было не ехать на вражеский респ уже когда ехал пушил я что-то думал что я умирал так молодые люди зачем вы езжайте так сплэш небольшое конечно залетел но небольшое но есть правильно о здесь максимальный прошел даже в упоре два танка было максимальный сплэш урон неплохо неплохо максимальный это очень хорошего очень хорошей так гена но ты надоел мне уже гена уйди гена вот и хочешь от меня геночка не знаю насколько крутой тайминг для прожатия овердрайва печальная даже сказал я просто думал что это внизу еще одного доциклю игрока я его не уничтожил это уже рез от смоки по защитник по защитнику к малому урону залетают две аптечки противник подбирает гром в упор урон накидывает 20 килов 20 килов конечно не молот но урон неплохой урончик неплохой так не забываем что у меня сплэш спины там трехсоточку накинул еще хотел от стены не получилось неплохую накидку оформляем еще по аресику аресика 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 надеюсь что добью добил есть контакт так еще викинга молот хорошо викинга молота тоже унесли еще может вика грома нет вика грома не успел но пока более-менее неплохо неплохо более-менее более-менее неплохо так не знаю что там по титана по куполу когда он там пропадает когда пропадает твой купол молной о пропал неплохо накидать поизиде можно сначала хорошо дальше еще титанчика унести хорошо теперь точку забрать отлично и противник не будет прыгать сейчас бы спрыгнули я бы я бы чуть-чуть накинул бы по-красивому пойдем респ запушим попробуем здесь с респа поймать пару-тройку оппонентов есть там есть там но они уезжают все уезжают очень быстро никто не хочет на респе стоять ладно прожмем попробуем это что-то 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 покидать ну да тяжеловато реализовать как-то грамотно здесь увердрайв на викинга с маке потому что нельзя сблизиться в упор получается что у тебя очень мало таких прям моментиков шикарных может быть было бы интересно все это дело реализовать с париком парик мне кажется бы лучше подошел под эту пушечку если интересно то пишите в комментариях попробуем посмотрим потестим с харьком потому что устройство интересное дает смоки личный сплэш урон но вот я чувствую что викинг наверное не совсем подходящий корпус для этой смоки ну а так в общем и целом урон добротный и со сплэшом добротный залетает если противник кучкуется плюс можно где-то от стены еще добавить не совсем только привычно что у тебя такой как бы небольшой выстрел да но он со сплэш уроном при том что сплэш то тоже хороший залетает периодически к этому если чуть больше привыкнуть я думаю что можно будет этим пользоваться 30 килов 3 минуты до конца то есть по сути 30 килов я дал за обычную 7 минутную битву что является довольно неплохим показателем при том что я еще увидели какие на викинге овердрайвы юзал да то есть это все по сути килы просто со смоки без овердрайва еще с овердрайва можно было бы в хороших таймингах по 2 3 4 5 килов давать на такой карте у меня к сожалению этого не получилось сделать так сплэш урон залетел неплохой стараемся сейчас слить викинга грома у меня корпус улетел и смокал без урона единственное еще вот этот момент мне тоже не нравится то что смока без урона вроде как они фиксили эту ерунду а на смоке она так и осталась так вот здесь вот можно будет сейчас овер юзнуть хороший тайминг противник едет как раз на меня еще здесь вот надо было справа всегда прожимать овердрайва я бы тогда бы стабильно бы по 3-4 кила забирал как у нас 2 минуты еще есть мы по точкам пока что проигрываем но 4 точки контролируем соответственно все у нас должно быть здесь под контролом все должно быть под контролом справа я еще один овердрайв успею заюзать и как раз если я его юзну в той зоне унесу побольше противников может быть это еще и поможет нам выиграть этот боечек по четверым сплэш просто по тюрем залетел порож можно было бы добить ну ладно его и без меня слили сейчас попробуем справа разыграть вроде я нашел самую выгодную позицию для викинга смоки на этой карте здесь справа очень выгодно можно разыгрывать верхнюю точку они конечно контролировать будут правую мы сейчас заберем правая забрана для нас уже так ну здесь этот купол конечно он неприятный неприятненький пополочек еще мне слева накидали очень много 50 секунд до конца очень плохо сейчас у нас по карте точки противник позабирал и мы лететь начнем сейчас 33 33 левую под контроль даем пробуем сейчас не отдать пробуем не отдать хорошо одного сливаю второму в плаш он сейчас добьет этого добиваем 3 контролируем еще одного уничтожаем еще одного добавляем и может быть здесь еще овердрайв хороший викинг тоже забайтил прожал 2 у нас под контролем 2 противника противник забирает третью но времени крайне мало может быть не крутнет может быть не крутнет не крутнуло 33 33 ничейка 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 но при ничейке я дал 44 килла вот такое интересное устройство неоднозначное скажу сразу неоднозначное раньше она мне как-то может даже больше себя показывала на викинге как-то ну нельзя грамотно овер июзануть да либо у меня не получалось может карта не совсем такая топовая но овердайв какой-то такой такой да то есть если прожимать хорошие оверы можно давать еще больше киллов и тогда уже будет еще жестче и интереснее ну а так могу сказать что неплохо но можно лучше пишите что вы думаете по поводу этой смоки играли на ней может быть у кого-то есть понравилось не понравилось пишите будет интересно все это дело почитать поддерживайте видос лайком подписывайтесь на канал если еще вдруг не подписаны нажимайте на колокольчик дабы ничего не пропускать ну а с вами был мистер Ванька всем друзья спасибо за просмотр всем удачи и всем пока